Там, где раньше стеной стоял густой лес, сегодня одни только пеньки и мусорная свалка. Деревья тают буквально на глазах. Значительную часть этого лесного массива на юго-восточной окраине Черкесском поглотили дачные и садовые участки. При том, что лесополоса сажалась здесь еще в советское время для защиты города от ветра и пыльных бурь, только в прошлом году мэрия оформила этот участок в муниципальную собственность, решив вопрос с его границами. Однако незаконную вырубку деревьев в охранной зоне это не остановило. Лес, а точнее то, что от него осталось, стараниями черных дровосеков грозит исчезнуть совсем. Масштабы рубки поистине поражают. Прокуратурой города Черкеска была проведена проверка по факту самовольной вырубки лесополосы, расположенной в юго-восточной части города Черкеска, непосредственно в районе садоводческого товарищества «Ветеран». Неостановленными лицами производилась вырубка деревьев, пород ясен и дуб. Прокуратурой города вместе совместно с должностными лицами кубанского лесничества были проведены мероприятия, направленные на определение объема вырубки, а также оценки причиненного ущерба, нанесенного лесным насаждением в результате вырубки. Согласно представленным расчетам, ущерб составляет свыше 18 миллионов рублей. Для решения вопроса об уголовном преследовании лиц, совершивших незаконную порубку, материалы проверки были направлены в следственные органы. 8 февраля 2018 года следователем Следственного отдела ОМВД России по городу Черкесску было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время ведутся мероприятия по установлению лиц, совершивших данное преступление. Расследование уголовного дела находится на контроле прокурора города Черкесского. Безусловно, причиненный материальный ущерб очень серьезен, но дело не только в этом. Последствия, нанесенного окружающей среде вреда, рано или поздно, ощутимо скажутся на жизни всего города. Вырубать защитные полосы нельзя. Деревья берегают от ветра, пыли, эрозии почв, загазованности воздуха. Перечислять можно долго. Это легкие нашего города, без которых жить в этом месте будет без преувеличения невозможно. Но, как выяснилось в ходе работы членов регионального штаба Общероссийского народного фронта над проектом по созданию зеленого щита, с каждым годом площадь зеленых насаждений становится все меньше. По состоянию на конец 90-х, 1997 или 1998 год, у нас было чуть больше тысячи гектар, там порядка тысячи шестидесяти, если не ошибаюсь, гектар. Ну вот, все, что смогли собрать на сегодняшний день, в ходе довольно долгое время вылазь работа, практически на протяжении всего прошлого, 2017 года. Большой объем работы и большое спасибо, хочется сказать, управлению лесами, вот их заслуга в этом очень велика. Ну вот, все, что удалось собрать и передать в парламент, это порядка шестисот гектар. Напомним, зеленый щит – это неприкосновенный лесопарковый пояс вокруг города, в котором строго запрещены любое строительство и вырубка деревьев. Также эти участки муниципальной земли нельзя будет переводить в какой-либо иной статус. В начале февраля активисты ОНФ направили на рассмотрение в парламент республики предложение по созданию лесопарковой зоны в Черкесске площадью 643 гектара. Но, как выяснилось, в предлагаемые для включения в зеленый пояс земли попадают участки, содержащие недра федерального и местного значения. Этот пояс в какой-то из этих границ, он пересекается с возможными, с планируемыми разработками этих недр. И вот в связи с этим решение этого вопроса было отложено. Ориентировочно я думаю, что к лету, может быть, полтора-два месяца и какие-то дальнейшие действия будут предприняты. Поскольку речь идет уже о разработках недр, то это говорит о том, что часть каких-то участков, какая-то площадь будет изъята, то есть уменьшена уже, возможно, не 600 гектар будет, а меньше. Ну, не хотелось бы, чтобы это было меньше, потому что 600 гектар уже, честно говоря, не удовлетворяет потребностям жителей города. Поскольку те данные 1000 гектар, 1060 гектар 97-го года, как все мы знаем, в 97-м году население города Черкеска было совершенно другим, гораздо меньше, на сегодняшний день больше. Во-первых, население, во-вторых, автомобили, посмотрите, промышленности, ну, совершенно другой уровень. Ну, и, соответственно, другой уровень загрязнения. Естественно, 600 гектар – это не та цифра, которая должна быть. Федеральный закон о зеленом щите начал действовать с января 2017 года. И за это время только в 16 регионах страны принято решение о создании лесопарковых поясов вокруг городов. В 21-м регионе этот вопрос все еще находится на стадии рассмотрения в законодательных органах. Такие вот итоги года экологии. Ну, а пока этот процесс затягивается, лесным временем продолжает редеть. Есть опасения, что скоро включать защитный пояс будет практически нечего. А на восстановление уничтоженных посадок уйдут годы. Это ведь срубить дерево займет всего час работы. А вот на то, чтобы вырастить новое, нужны десятилетия. Мария Клокова, Миха Каракелян. Итоги недели.